Крепкое рукопожатие, как и отношения между Белоруссией и Оманом. Сотрудничаем на протяжении трёх десятилетий. Наши позиции совпадают по ключевым региональным и глобальным вопросам, отметил Роман Головченко на встрече с наследным принцем Омана. Мы продолжаем устойчивый диалог по различным направлениям, в политической и экономической сферах. Строим отношения в рамках народной дипломатии. Нас ближает культура и спорт. Отношения между нашими странами продолжаются несколько десятилетий и развиваются в нескольких областях. Надеюсь, что сферы нашего сотрудничества будут расширяться. Я, будучи министром культуры, также рад тому, что сотрудничества между нашими странами в сфере культуры развиваются. Происходили различные культурные мероприятия между нашими странами. Я рад тому, что сотрудничаем и между музеями. Белоруссия и Оман поддерживают друг друга и на международной арене. У нас высокий уровень взаимопонимания на политическом поле. Наши страны намерены усилить и торгово-экономические связи. Эта главная цель официального визита акцентировала внимание глава белорусского правительства на встрече с заместителем премьер-министра по делам Совета министров Омана. Стороны определили основные направления и проекты двухстороннего сотрудничества на ближайшую перспективу. Гостей и участников встречи угощают зеленым кофе и оманскими сладостями. Это значит, что она подошла к своему завершению. Но не для всех. Роман Головченко и Фахад Бен Махмуд Аль Саид продолжили общаться тет-а-тет. Но дальше порога журналистов не пустили. Остальное без прессы. Следующая точка визита — здание Государственного Совета Омана. По маршруту следования в зал переговоров для премьера провели экскурсию. Рассказали о госустройстве Омана. Оманский парламент состоит из двух палат. Верхний — это госсовет. Сенаторов назначает султан. Депутатов нижней палаты избирает сам народ. В прошлом году впервые использовали систему электронного голосования, которая позволила значительно повысить явку избирателей. Сегодняшние переговоры подтвердили большую открытость и готовность к развитию отношений Беларуси и Омана. Направления различные — политическое, межпарламентское и торгово-экономическое сотрудничество. Многие сферы стороны готовы взаимодополнять. Если для Омана одним из приоритетов является промышленное развитие, развитие собственной обрабатывающей промышленности, развитие производства сельскохозяйственной продукции, переработки продуктов питания, все это Беларусь может предложить нашим оманским друзьям с учетом того непростого пути, который мы прошли. Но и со своей стороны нам нужно то, что уже прекрасно развито в Омане. Это логистика, это реэкспорт товаров, это функционирование свободных экономических зон и развитие нефтепереработки и химической промышленности. Главный итог официального визита — подписание внушительного пакета документов. Это меморандумы о взаимопонимании в сферах защиты прав потребителей, антимонопольного регулирования и финансов. Это базовые соглашения, которые расширяют горизонты взаимодействия. Есть и договоренности, которые также скоро скрипят подписями. Как итог сегодняшних активных таких переговоров стало добровольное обязательство оманской стороны перевести Беларусь в список, определенный список, они называют его список номер один, который позволит белорусским гражданам через некоторое непродолжительное время пребывать в Омане до 14 дней без визы. Почему для нас это очень важно? Конечно же, мы надеемся и планируем развивать туристические потоки с этой страной, потому что еще это будет способствовать облегчению визита белорусских предпринимателей в эту страну, ну и, соответственно, оманских коллег, оманских руководителей, оманских бизнесменов в Республику Беларусь. Есть намерения о партнерстве и в сфере промышленности. В ближайшее время в Минске профильные ведомства двух стран подпишут меморандум о сотрудничестве. Те предложения, которые мы предложили оманской стороне, они заинтересованы, сейчас изучают для того, чтобы уже и в Минске уже обсудить конкретные, скажу, такие варианты сотрудничества между нашими двумя министерствами. В первую очередь это машиностроение. Завтра продолжим укреплять сотрудничество, но уже перелетев оманских залив. Роман Головченко два следующих дня проведет в Исламабаде. Там пройдет заседание Совета главправительств государств-членов ШОС. На полях форума запланирован ряд двухсторонних встреч. Глеб Прокофьев, Илья Носкевич, Оман, СТВ.